Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности и увеличением физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной любознательностью и стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникновению травмоопасных ситуаций. Подтверждением этому служат данные медицинской статистики, показывающие, что из всего детского травматизма бытовые травмы составляют от 50 до 75 процентов. Из них 42 процента травмированных – это дети первых шести лет жизни. Чаще встречаются следующие травмы – ранения и ушибы, ожоги, электротравмы, отравления, попадания в организмы народных тел. Поэтому чрезвычайно важно создать условия, позволяющие ребенку планомерно осваивать правила безопасного поведения. В экстремальных ситуациях, когда нужно решить, как поступить, дошкольники теряются, впадают в состояние безысходности и незащищенности. Ребенок медленно и чаще неправильно принимает решения, так как теряется, не зная, что делать. Подавайте детям собственный пример правильного поведения в быту, на улицах или же на дорогах города. Вероятность травм ребенка снизится, если не пожалеть времени и показать, как выполнять те или иные дела по дому, доступные ему. Дозированный опыт – это когда ребенку дают убедиться, что вода, утюг или головешка обжигают, иголка колется и так далее. Он снижает потери от самостоятельных проб и ошибок. Если ваш метод обучения детей безопасному поведению – это запрет, то доступно объясняйте ребенку необходимость его соблюдения. Помните, что запретов должно быть немного. Мультфильмы и детские передачи переполнены материалом для обучения безопасности. Используя ситуации, в которых попадают герои, можно задать вопросы такого типа «Как ты думаешь, почему он так поступил? Как она попала в такую трудную ситуацию?» или же «Что может произойти, если мальчик или девочка так сделает?» Рассуждайте вместе со своим ребенком. Не увлекайтесь примерами опасных ситуаций, происходящих с другими детьми. Это может вызвать ненужные страхи. Обучать ребенка безопасному поведению нужно на собственном примере. Дети копируют вас, не забывайте об этом. Чрезмерно опекаемым детям не позволено выработать собственные инстинкты и оценки, поэтому они не способны обрести навыки для распознавания опасных или подозрительных ситуаций. Это нельзя, а это можно. Такое пояснение важно для правильной ориентировки ребенка в мире незнакомых ему вещей и отношений. Всегда говорите ребенку, что ему можно делать и чем играть. Юные исследователи – это хорошо, но лучше, если они занимаются изучением предметов и механизмов вместе со взрослыми. Вы хотите, чтобы ребенок выполнял правила безопасности при поведении на улице или дома? Отлично! Первое, что нужно сделать – это неукоснительно выполнять их самим. Именно наши действия дети копируют зачастую до мелочей, поэтому нет специальных правил для детей, есть правила безопасности для всех. Это только от вас зависит, будет ли ребенок соблюдать эти правила или нет. Помните, что привычные для взрослых действия зачастую влекут опасность для ребенка. И самое главное – выстраивайте ваши отношения с детьми на основе доверия с самого раннего детства. Не бойтесь рассказать ребенку о своих проблемах, это поможет ему рассказать вам о своих. Учите детей не бояться родителей и говорите им правду обо всех случаях в их жизни. Это поможет в дальнейшем избежать многих проблем.